Крымский хан Создав очаги напряженности на украинском Донбассе, Россия и здесь платит непомерную дань своим марионеткам, содержа огромную инфраструктуру для сотен тысяч людей Но и это еще не все. Россия, считающая себя крупным геополитическим игроком, оплачивает свой имидж обильными денежными вливаниями в островки лояльности к русским во многих странах мира В Европе, Азии, Америке, Африке, а внутри федерации попросту платит дань отдельным территориям Да так, будто собственная титульная нация является покоренным народом Хотя, может быть, так оно и есть? В специальных статьях российского бюджета заложены значительные суммы для обеспечения деятельности Рамзана Ахматовича Кадырова Ответственного за порядок в Северокавказском федеральном округе Эти расходы не подлежат обязательной отчетности и тратятся по усмотрению главы Чечни на разные нужды Личную гвардию, прислугу, автопарк, то есть на содержание обширной инфраструктуры, обеспечивающей комфортную жизнь чеченского президента Включая имиджевые траты, например, оплату визитов западных звезд, подарки дорогим друзьям и всевозможные развлечения Кадыровцы – это особая каста неприкасаемых По Москве ездят сотни машин со специальными номерными знаками – КРА Ни ГИБДД, ни полиция не имеют права останавливать эти транспортные средства КРА означает Кадыров Рамзан Ахматович Для людей, находящихся внутри этих машин, существуют свои собственные законы и правила, не имеющие ничего общего с законами Российской Федерации Не заметить этих людей в Москве невозможно Кадыровцы, как правило, вооружены и передвигаются по Москве группами Даже их семейные выезды в торговые центры выглядят как правительственные кортежи с мигалками и передвижением по разделительной полосе Простым жителям столицы, оказавшимся на их пути, лучше уступить дорогу Потому что в современной Москве у кадыровцев значительно больше фактических прав, чем у коренных москвичей А самое главное, что все это оплачено деньгами простых россиян из федеральных налогов По сути, шейх Рамзан получает дань со всей России на свою красивую жизнь и не менее прекрасное существование свиты В принципе, столицу России уже можно именовать Московские Эмираты Хотя правильнее было бы назвать Кремль Каганатом, а окрестности реки Мокша Золотой Ордой И дело даже не в экспансии азиатских и кавказских народов на северо-восток среднерусской возвышенности Дело в азиатском менталитете правителей и граждан самой России С примесью чисто русской средневековой дикости Жирный азиатский вектор Российской Федерации не спрятать ни за фасадом квасного христианства, ни за показным славянофилием Совсем скоро, спустя каких-нибудь лет 10, слово русский станет устойчивым синонимом слова азиат Это не плохо и не хорошо, просто такова реальность современной России В связи с этим хочется спросить россиян А зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы ярко выраженные ордынцы? Ведь совершенно очевидно, почему Украина вырвалась из этого чужого для себя мира, снова вернувшись в лоно европейской цивилизации Интересно, понимают ли это россияне? Салям алейкум, Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова